Итак, часть Тора, которую мы будем изучать сегодня, это Реэ, которая означает «смотреть». Это не просто «смотреть секунду», это когда вы первый раз видите гору Рейнер. Вы просто смотрите. Господь повелевает Израилю в этой части, что когда они войдут в эту обитовную землю, что им надо остановиться между этими двумя горами, Геразим и Гора Евал. И прямо посредине этого места, которое называется Шекем, или христиан, называется Шекем, в Торецаконе 11 главе 26-29 стих. Вот. Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Кто хочет благословение? А кто-то хочет проклятие? Конечно, нет. Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, о которой я заповедую вам сегодня. А другой выбор – это проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и кланитеся о пути, который я заповедую вам сегодня. И пойдете в свет богов иных, которые вы не знаете. Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтобы владеть ее, тогда произнеси благословение на горе Геразим, а проклятие на горе Геван. Это ваш выбор. Вы можете выбрать прекрасную жизнь, или вы можете выбрать смерть. Что вам больше нравится, как в фильме «Матрикс»? Кто хочет красную таблеточку или синюю? Кто хочет красную? А почему многие из нас решают и выбирают эту красную таблеточку? Каждый раз, когда мы делаем наоборот то, что Бог нам сказал, мы выбираем эту красную таблеточку. К намечаем гору Геразим и гору Гевал. Это море на западе. Потом есть эта гора. Потом есть Иерусалим. Чтобы вы видели, какая-то местность. Есть также это место Илон Моро, которое не так далеко. Это три моря. Потому что здесь вы можете увидеть, это горе Галилейское, Медитеринское море. И также Мертвое море. Это все в одном месте. Вот север, это где были проклятия, а благословения были на хорах Геразим. И подсоединяются к Иерусалим. Потом мы видим Иордан, потом Иерусалим. И прямо здесь, это место Мореи, где Авраам построил первый жертвенник. Но на горе Гевал, где была лето гора проклятия, это даже где был жертвенник Иисуса Навина. И оно все равно существует сегодня. И что прекрасно, то можно его сегодня увидеть. Если мы смотрим здесь, вот Секем, который между горой Гевал и гора Геразим. Также есть этот море, Илон-море, где Авраам построил жертвенник. Почитаем Иисуса Навина 8.30. Тогда Иисус построил жертвенник Господу Богу Израилу на горе Гевал. В Терзаконе 11.30, вот они еще не дошли в эту бетонную землю, но Моисей говорит к ним перед своей смертью. Терзаконе 11.30, вот они за Иордана, по дороге к заграждению солнца, землю Гананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравой моря. Это Дубравое море, это здесь. И Илон-море, это где эти Дубравые существовали. Море означает учитель. Читаем Буттие 12.5.7. Это 500 лет перед Моисеем. Взял Авраам с собой сооруженную свою, лотос, и набрал из своего все имения, которые не прибыли, и всех людей, которые не имели в Гаране, и вышли, чтобы идти в землю Гананскую. И пришли в землю Гананскую, и прошел Авраам по земле Иисей до места какого? Сигема. Вот этот город, который мы там видим. До Дубравой моря. Не только Дубравы, но одна Дубрава. И это где Иаков спрятал все этих богов, после того, как его сыны убили всех, и потом они пришлось убегать. Этой земле тогда жили Гананнея. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потом, что Твоему отдам я землю силу». И сказал он там, «Жать мне Господу, который явился Ему». Это очень большая местность в Библии. И это куда мы поедем в следующем октябре. Читаем Второй Законие 12.2.3. Первое, что вы делаете, когда вы туда придете, «Истребите все место, где народы, которым вы владели, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и разручьте жадники их, и сокрушите столбы их, и зажажите огнем рощи их, разбейте истуканы богов их, истребите имя их от места того». Вот они вводят на бетонную землю. Первое, что они должны сделать, например, если вы присядете в новый дом, и надо что-то там изменить, надо, конечно, все убрать. Это, чтобы Бог создать. Это нанская земля наполна злого. Первое, что вы сделали, это избавиться от этого всего языческих богов. Знаете, что печально? Соломон построил эти богов, вместо того, чтобы исцелевлять их. Он был первый, который, первый царь в Израиле, который принес своего первородного Малеху. Это первый царь, который принес своего ребенка в жертву. Мы читаем Тридзаконие 12.5. Но к месту, месту, это главное слово. Это одно из имен Божьих. Хара Маком. Это место, которое изберет Господь Бог ваш. Бог тоже делает выборы. Изберет Господь Бог из всех колен ваших, чтобы пребывать имя Его там. Обращайтесь туда, приходите. Можете вы представить, когда он сказал, все колены думали, «О, пожалуйста, представь мое колено, мою местность». Вы можете представить, как эти колены ссорились, чтобы их местность была это место, которое Господь изберет. и так Бог тоже делает выборы. Он выбирает место, чтобы не было этой борьбы между коленами. Но, в Тридзаконии 12.8 мы читаем, «Так вы не должны делать его, как мы теперь здесь делаем. Кажешь, что ему кажется правильным». Тридзаконие 13.18. «Если будешь слушать голоса Господа Бога твоего, собирая все заповеди, которые я ныне заведую тебе, делай угодно перед очами Господа». Мы не должны делать то, что угодно в наших очах, мы должны делать, что угодно в очах Божьих. Читаем Тридзаконие 13.12. «Не было царя», и что происходило? Все делали, что было правильно в их глазах. Если вы помните, я упоминал эти разные философии, и стоик, эпикурин, которые Павел встречал в книге Диане. Стоик, они верили делать то, что правильно в их глазах. Они верили в правду, но не было универсальной правды. Ты имеешь свою истину, я имею свою. ты думаешь, я мужчина, но по идее, я вообще-то женщина. Это было мышление, и каждого из села то, что они решили. Я решил, что сегодня буду велосипедом, поэтому я теперь стал велосипедом. Тарзакония, 12, 10, 11, «Но когда придете в Иордан и посетитесь на земле, в которой Господь Бог дает вам удел, когда Он успокоит вас от всех руков ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его? Там туда приносите все, что я заповедаю вам, все сажения ваши, жертвы ваши, десятины, и возношения рук ваших, и все избранное победам вашим, что вы обещали Господу». Помните, в каком колене был построен этот храм? Какое колено Бог избрал? Иуда. Гора. Храма это в Иуде, но была эта линия посредине, и святой святой принадлежала Венимину. И неинтересно это? Это одно колено, которое не предало Иосифа. Неинтересно ли это? Это будет чуть-чуть трудно понять. Я хочу, чтобы вы слушали внимательно. Присъединитесь. Так в законе 12.5, «Но к месту, которое изберет Господь Бог ваш и всех колен, чтобы пребывать имя Моему, там обращайтесь и туда приходите». Он выбрал Иерусалим. А куда он еще оставит свое имя? На тебе. Это благословение священническое. Он говорит, «Не только я благословлю, я также поставлю свое имя на их». Это почему мы читаем, что «Где я поставлю свое имя, я благословлю». «Бы то место, где Бог хочет обитать, чтобы он мог вас благословить». Нет, неудивительно ли это? Он говорит, «Я хочу написать свое имя на вас, потому что везде, где мое имя написано, оно было благословено». Как вы можете этого не желать? Это слово «место» является 16 раз. Это важно, потому что вы это место, где написано его имя. Он говорит Адаму, чтобы он сделал выбор в этом саду. Благословение, проклятие, жизнь и смерть. Вы можете поверить, что Адам выбрал смерть? Это непонятно. Он говорит, «Бог сказал Адаму, я только даю тебе одну заповедь, не 10, не 100, только одну заповедь. не кушай плода этого дерева». А если ты не вспомнишь мои заповеди, то ты получаешь проклятие и умираешь. И первое решение, которое я там сделал, это умереть. Но это не было, по идее, его первое решение. Первое решение, это он посмотрел, если его жена умерла, и потом сделал свое решение. Читаем Бытие 22, 2, 3. Если вы знаете, Саад Адамский был в Израиле. Вы знали это? Саад Адамский не был в Ираке, он был в Израиле, да, Иерусалим был центр этого Саада Адамского. Саад Адамский, был ли он часть сотворения, когда Бог все сотворил? Нет. Потому что написано, Бог посадил этот сад. И так Господь был этот садовщиком. И когда Он встал, она думала, что Он был садовник, потому что Он был садовник. Что происходит с Авраамом? Бог сказал, возьми сына своего. И Авраам спрашивает, какого сына? У меня два. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаак. Уже больше не было другого вопроса. И мусульман верит, что это был Измаил, а не Исаак. И пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром. Если это был мой сын, я бы не встал рано утром. Я бы поспал до обеда. Я бы не был в спешке. Оседовал Аса своего, взял с собой двоих из отроков. Он взял кто эти были отроки? Это был Измаил и Лизар. Это были двое, которые были с ним. И Исаак, сына своего, наклыл дров для всесожжения. Исаак пошел на место. Это гора Мария, это Иерусалим. И бытие 20-24. На третий день Авраам возвел отчество и увидел то место. это одно из имя Бог. Это Хамаком. Место. И в Обытие 22-14 мы читаем, «Нарек Авраам имя место ему, Ехова Ире». Это часть Торы, чтобы увидеть. Это почему то место, где Бог будет виден. И это место, где Господь умер. Потому что Он там был виден. Помните, Давид назвал его Иерусалима? Вы знаете, откуда он взял это имя? Вы знаете, как это имя произошло, Иерусалим? Это связано с этой частью Торы. Давид, когда он старался выбрать уважать его всем после царя Селама, или уважать Авраама Исаака и назвал Иерусалима? Это чтобы увидеть. Он говорит, «Яршил Иерусалима Иерусалима?» И откуда это произошло? Место, где Бог и человек должны сделать решение. Найдут это место, где они обе могут быть. Это место, где душа, сердце. Это место, где Бог видит человека, и человек видит Бога. И это также, где человеку дано повеление, чтобы радоваться и иметь праздник. Бог ждет. Он знает местонахождение этого места. Но вопрос это, станем ли мы ран утром к ковра, чтобы встретить Бога в этом месте. И решим, сели мы выбрать это благословение. В этом декабре мы поедем на это место. Второй законе 12, 22, 28, 32. И вот этот ответ. «Слушай, исполняй все славы, которые заповедуют тебе, это бы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами, Господа, нет в ваших глазах, Бога твоего, когда Господь Бог твой исцепит лица твоего народа, которым ты идешь, чтобы взять их владение, и ты взяв их, поселився в земле, их туда, перейдь, чтобы ты им попал в сеть, поселив им, поисцепление их от лица твоего». не искал благове говоря, как служили народу сии богам твоим. Почему здесь написано, люди верили, что был этот Бог над каждым народом, чтобы иметь благословение, надо служить Бога этого народа. Это почему, когда Израиль был забран, тогда они пришлось позвать некоторые евреи, потом начали нападать львы и медведей, и сказали, дай вас этим людей, чтобы мы знали, как служить Богу этой земле. Не делай так, Господа Бога твоему, ибо все, чего внушается Господь, что навидит Он, они делают Богом своим. Они сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне Богом своим. Это маловитяне и аманитяне. Это на кем Соломон женился, и он приносил своего первенца в жертву. Все, что я заповедаю вам, старайся исполнять, не привлек к тому и не убавляй. Бог решает, что святое ему. Мы не решаем, что святое. Вы можете решить, что посуда вашей бабушки это святое, и вы можете другое место поставить, чтобы никто его не использовал. Они святые тебе, но они не святые твоему соседу. Может, ваш сосед решит, что святое вам, но они не решат, что освящен или святое для вас. Бог определил это святое время, святое действие, святая еда. И как люди могут войти в эту святость. Есть святые прибыли, святые коровы, святое время, но человек не может сказать Богу, я хочу, чтобы этот день был святой для тебя. Может, это твоя суббота, но это не моя суббота. Да, это ваша суббота, но это не его. Это почему надо понять, мы не определяем, что святое, посвященное Богу. Божий народ очень истребить это все языческое и убрать это из земли. И что интересно, кто из вас любит чудеса? У меня плохая новость. Давайте я спрошу, как вы знаете, что то, что пророк сказал, правда, когда оно происходит? Но это только полуправда, это не полная правда. Вы знаете, что может произойти потом отоболшение, потому что это живый пророк, но это не знают. Даже если что происходит, это не означает, что он лжа пророк. У дьявола есть способность сказать вещи, что происходит, и потом оно происходит. Так, давайте посмотрим, как Тора объясняет. Торзаконие, 13, 1, 5. «Если восстанет среди тебя, пророк, и сновидец, и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем в свет Бога вины, которого ты не знаешь, и будем слушать и, то не слушай слова пророка его, и сновидца, ибо честь ей, скажите вас Господь, Бог ваш, вы знаете, любите ли вы Господа Бога вашего, и сей души вашей, Господь Богу вашему последуй и его бойте, забывайте его, не соблюдайте и голоса его слушайте и к нему припитесь, пророка того и сновидца того должен пред смерти, он уговаривал вас отступить от Господа, во время 50 это движение вред ты чувствовал это или чувствовал то, но в реальности ничего не происходит и непросто это придумают и люди спрашивали если я верю в дары Духа да, я все это верю но я знаю что 90% это нереально ты слышал это пророчество я говорю это следовало за Торой и если не говорит нет я говорю это лжепророк хриянский пасырь или пророк который не следует торе это неправильный пророк надо его даже убить здесь написано давайте я спрошу сделал ли Христос разные чудеса и то что он произошло исполнил ли он тору или он сказал что уже надо от него избавиться посмотрите на это Диане 2 22 мы уже израильские вы слышите слово сие Иисус Назарей может засидеть вам от Бога силами и часами и заменами которые Бог сотворил честь него среди вас как и сами знаете знаете какой вопрос у Иудея избавился ли он от торы если верующие говорят что Христос избавился от торы то Иудея никогда не поверят Иудея скажет это хорошо что мы его убили потому что он сказал что надо избавиться от торы и поэтому он уже пророк и поэтому это важно об этом думать Бог испытывает нас проверять нашу веру или наш страх в следующей жизни и так экзамен нашей любви это когда мы слышим пророк мы проверяем если оно следует торы мы будем слушать то что Бог говорит или пророки читаем Диане 2 22 он делал чудесами знаменями и читаем Матфея 24 24 ибо восстанут лжехристы лжепророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прессить если возможно и избранных члены будут те которые не облачены потому что их вопрос не будет если кто-то делает чудеса а если оно следует за торы второе философ 2 8 9 и тогда откроется беззаконник вы знаете какое здесь для беззакония написано это человек который не исполняет торы который Господь Иисус любит духом у своих истребит явление пришествия своего того которого пришествие под действием сатаны будет со всякой силою и знаменем и чесами ложными потому что они не приняли любовь правды или любовь истины ваша истина и моя истина нет универсальной истины многие говорят и это почему когда верующие говорят что уже нету закона она никогда не победит этого еврея потому что те верят что Христос был же пророк 14 7 8 здесь написано что можно кушать а что надо избегать только всех не ещих из жующих жвачку и имеющих развойных и потом мы говорим птица всякую птицу ещие но всех не должно вам есть орла грифа морского орла кошина кричит из породы их знаете какая разница все эти хищники а голубь они чистые потому что они не хищники с демском это было первое заповедение что-то можно было ставить свой род подчерканное всякую птицу чистую ешь не ешь никакой мягчины если что-то стареет и потом умирает не ешь иноземцу который в женщинах ваших отдай ее я не хочу чтобы вы кушали посадай ему отдай он пусть есть или предай ему ибо ты народ святой не варь козенка в молоке матери его и некоторые вещи нельзя из-за этого стиха кушать чизберга но это неправильно нет ничего правильного бог говорит что я не хочу чтобы вы это делали я хочу чтобы вы были отделены от других левитам 22 8 если вы кушаете или не кушаете чистую еду это вопрос не спасения или очищения или как близко вы хотите быть к Богу левит 22 8 межречины и звера едины он не должен есть чтобы не склониться этим я господь даже если что то кошер как агнец если лев его убил вы не можете его кушать понятно это уже не считается кошер это стоит пигу это пигжул как слюня по-английски слюня свинья это тоже не тоже не чисто но просто надо не кушать это второе законе 15 7 9 час торы если будет вас не лето освобождение седьмое делай прощение это назвать шмидта год или это каждые 7 лет цикл шмидта и это отпустить этот долг и это такое Америка взяла что можно только подать на банкрот каждые 7 лет читаем второе законе 15 7 9 если надо было отпустить эти долги может вы не хочет кому-то дать потому что шмидта год будет скоро и вам не придется отдать вам то что принадлежит вам если у вас нише кто-либо из батя твоих одно из жилищ твоих на земле твоей который Господь то не сжи ставь чай сердце твое и насажми руки твоей пред нищим братом но открой ему руку твою дай ему взаймы смотри по его нужде чтобы не вошел в сердце твою беззаконная мысль прибежается седьмой год год прощения и чтобы глаз не сделался немилостив к нищему брату и ты не оказал он воспьет на тебя Господа и будет на тех грех и что означает иметь этот глаз не сделался немилостив это когда ты стараешься все себе оставить матвей 6 22 24 светение для тела есть око итак если око твое будет чисто то все тело твое будет светло если око твое будет худо то все тело будет темно они думают что око худо это то что другое означает это просто если вы все стараетесь себе ведь это почему мы читаем вы не можете служить Богу и мамоне притча 28 22 спешить богатству завистливый человек притча 22 9 милосердный будет благословением потому что он дает бедному от леба своего и вот это неправильный глаз или злой глаз потому что они все стараются себе ставить т.р.законик 16 15-16 надо исполнять всем не празднуем Господу Богу твоему на месте которое изберет Господь и благословение Господь во всех произведениях во всем деле рук твоих и ты будешь только веселиться вы можете представить только только веселиться три раза в году вешеный мужской пол должен явиться предлице Господа на место которое изберет он это пресноков праздник седьминец и праздник кущей почему написано что все мужчины должны прийти и говорить о женщинах это потому что женщины мы сами пришли им даже не надо было говорить потому что мужчина говорит у меня ферма я не могу уйти от работы мне надо на ферме работать если я пойду кто-то заберет все что у нас есть и поэтому Бог сделал это повеление мужчины а женщины и просто праздновали но есть еще один стих я говорю когда вы все уйдете вашей земли я буду защищать чтобы никто не нападет на вас во время этого праздника это противоположно то что мы видим сейчас это произошло во время праздника суккот 7 октября потому что они следуют за Господа это почему им надо возвратиться и следовать за Господа кто рад что его имя на вас в это место где он написал свое имя давайте встанем закончим молитвы потом этот перерыв где вы можете покушать потом будет представление когда мы возвратимся будем это посвящение детей это будет так интересно я не могу дождаться наше честь и царь мы так благодарим за то время к которому будем приходить и представлять себя мы так благодарны за все кто здесь которые в Соединенных Штатах по всех штатах и все которые вокруг мира которые хотят присоединиться и принести эту святую к народу я так благодарен за каждого кто участвует всего мира мы одно от всех колен народов этнических групп мы все собираемся вместе чтобы проследить тебя мы благодарим за те которые все твое служение чтобы помочь нам превозносить то же чтобы было в славе когда мы посвящаем нашу десятину мы благодарим тебя во имя ищего аминь вместе ты Господь наш Бог Создатели Царь Вселенной ты благословил нас советом Тора Твоей правды ты благословил всем советом Твоего Живого Слова через силу Твоего Духа Святого через законченного делами с Ищем ты один посел между нами жизнь вечную благословен ты Господь наш Бог аминь идите на перерыв вы готовы вы пристегнулись мы говорим о письме песне это в реальности говорить о возвращении к Богу к нашему Царю кто пастух в истории песни песне Господь Иисус он пастух и он пастух отвезти свою невесту от этого царя назад к себе к одному человеческому царю мы читаем 1 Петра 5 2 4 это кому Петр это тот кто услышал триста паси моих овец три раза и мы читаем пасите о Божье стадо какое у вас надзирая за ним непринужденно но угодно ибо угодно не для гнусной корости но и за судья и не господствуя наследием Божьим но подавая пример стаду не вредите что делайте как я вре а не как я действую и когда явится пасторе начальник кто это пасторе начальник еще вы получите неувидающий венец славы на прошлой неделе начнем с этого мы все равно в Диане 1 глава 1 глава 2 и 2 глава 7 это когда надо решить следовать за царем Соломона или за пастором и потом заснуло я повторю то что мы говорили на прошлой неделе она сравнила себя с черным шатром Кедара помните я рассказываю что там ранняя темнота давайте я покажу Библию мой первый вопрос кто был Кедар это его шатры шатры Кедар это человек кто-то помнит или знает кто Кедар являлся давайте прочитаем что написано Библии Библии 25 13 вот имена сынов Измаилов имена их по родословию их первенец Измаилов навоив за ним кто Кедар он был второй от Измаила мы понимаем это не религиозная группа а что Псалтер говорится об Кедар Псалтер 121 7 давай говорите Господа вызвала я скорую моей и он услышал меня Господи избав душу мою от лживых от языка лукава что та себе решу прибавить язык лукавой из-за черной стрелы сильного с горящими углями драковым горе мне что я прибываю у Масоха живу шатров кедарских она говорит долго жила душа моя с ненавидящим мира посмотрим на восток они ненавидят мир я мирен но только заворю а не к войну она сравнивает себя к характеру кедара у нее лукавый усол и живый язык но даже для нее есть надежда причем Исаия 60 55 7 это великое пророчество тогда увидишь и возрадуйся и затрепещет и расширится сердце твое потому что богатство море обратится к тебе когда мы говорим о море к чему-то обращается к народам это языческие народы и говорится что эти народы придут в Израиль они станут как они и сожаления до саяния народов придет к тебе множество верблюдов покроют тебя драмадеры из Мадиама и Ефы все они савы придут пристут золото и ладан и возвесят славу Господа все овцы кедарские будут савы к тебе здесь мы читаем что она сейчас у шатров кедарских она даже не овц пасуга она как лод Содоми вот она возле овц кедара это почему ей было сказано надо следовать за овцами пасуга если она хочет знать где он находится Езекииле 16 говорит о грехе Содома но из нас думают что мы знаем этот грех то что вы думаете это неправильно и здесь мы читаем настоящий грех помните на прошлой неделе я говорил что сестра и дочеря Иерус 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 это маленькие городка которые окружают их живу я говорит Господь Бог Содома сестра твоя не делала того и ее дочери что делала ты и дочери твои вам верит Иерус 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 были хуже чем Содома и Геморра вот что было в языке Содома сестра твоей и дочери гордости первое что Господь ненавидит гордость даже этот флаг гордости или называется pride flag пресвящение и праздности ленивые и она руки бедного и нищего не поддерживала и возродились они и делали мерзости перед лицем и думают что в Содоме гнали те те которые проходили потому что они не хотели чтобы кто-то оставался это чем они занимались они побивали убивали те которые проходили этот город это почему они всегда сидят у ворот они не хотели чтобы странники были в их городе и отвергли и Самария это где строили эти языческие жертвы в эфире и Дании исполняли все эти праздники в разные месяцы и Самария половину грехов твоих не грешила ты превзошла их мерзость всеми твоими и через свои мерзости какие дела ты сестри твоей оказались правее тебя как часто мы видим как религиозные люди осуждают других но мы знаем что в церкви большая проблема даже то что мы встречаем снаружи но многие не пригодят и не верят в Ишиуэ ибо это хиппократов которые верующих и это что мы встречаем ты которая осудила свою сестру не сижу просумляя твои которые осуждались среди твоих по грехам твоим какими ты образовала себя более их они правее тебя краснее же от стыды и ты и не все просумляют твое так оправдывал сестер своих как часто мы встречаем эти проповедников которые судят других но действуют так как они осуждают и как они не могут так хорошо судить потому что они сами это практикуют мы читаем что содом была в городе пресвящении праздности но они делали Иерусалим даже делали грехи хуже их проблема в самооболшении это что вы не знаете что вас обольстили и это почему это столь опасно из Иерусалим 16 60 63 но я вспомню это что Бог им говорит я вспомню союз мой с тобой в одни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз и ты вспомнишь вспомнишь есть то что может помочь людям вспомнить путя твоих и будет стыдно тебе когда станешь принимать их сестер твоих больше тебя как и меньше твои и когда я буду давать тебе дочерей но не от твоего союза я восстановлю союз собой это уже другой завет или союз и узнать что я Господь для того чтобы ты помнила и стыдилась и чтобы переднялся было тебе и рта открыть от стыда это очень главные слова когда я прошу тебя за все что ты сделала говорит Господь я не могу сказать что это все но я могу очень много ортодоксальных евреев которые думают они святее других народов но Бог говорит здесь что они стали хуже чем Содом и Самария и Бог делает то с Израильем что заставит им закрыть рта чтобы они не осуждали язычников посмотрим на это дочери Иерусалима и окружающие города которые рождены от тусущего населения ее две сестры Самария и Содом будут данные как дочеря это два места которые были заполнены и до поклонства и Соломон больше заинтересован дочерями Иерусалима чем Иерусалимом подумайте о дочерях Иерусалима как о Иерусалима если вы помните первая глава говорит как невеста только говорит это большая проблема теперь постук говорит давайте посмотрим к чему он его сравняет я с к белице моей в колесне Сафароновой я уподобил тебя когда мы смотрим на копылице это самые красивые лошади которые полной дисциплины тренированы они работают действует как одно смотрим Иова 39 19 25 ты ли дал коню силу и облег шеи его григою можешь ли ты испугать его как саранчу храпение на зре его ужас роет ногой землю и восхищается силой идет оружие он смеется над опасностью и не добьет и не отворачивается от меча колчан звучит над ним зеркать копье и дротик порыве ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы при трудном звуке он издает голос гуку и далеко чует битву громкие голоса вождей и крик жених ведь невесту как могущественную силу которой не боится опасность и это говорится о сломите и теперь мы слышим о сломите но перед тем посмотрим на остаток этого стига он говорит что у него украшение для шеи что у него прекрасный венок для головы и украшение для шеи твоей что написано что цепочка золота причинаем притча 1 8 9 слушай седьмой население отца твоего и не отвергай завет матери твоей потому что это прекрасный вино для головы твоей и украшение для шеи твоей песни песней когда мы говорим о цепочках золота это к этому он обращается они думают что такое на шее как говорят забери это с моей шеи но цептор это то что красоты то что должно ее украшать что прекрасно это если мы вспомним на прошлой неделе когда она спрашивала мой любовь того которого я люблю где ты отыгаешь и потом дочери солюма сказали давай ты будешь за ним следовать тогда они слышат пастуга как он ее хвалит теперь они должны изменять как они говорят теперь мы читаем песни песней 1.11 они мы сделаем мы даем себе золото вот дочеря Иерусалим они говорят мы все это для тебя сделаем но я хочу сделать что то что может возвратить воспоминания запахи даже больше чем то что вы видели какой запах вы помните я видел с кем-то кто был в битве в Куэйт я говорил с ним о нюхе и все он заходит и все кушают и потом он какой-то запах который напомнил ему о доме потому что они всегда давали фрукт лупс когда он кушал фрукт лупс он всегда вспомнил дом теперь когда он возвращался домой уже десятилетия и теперь каждый раз когда он слышит запах фрукт лупс он вспоминает Куэйт даже уже десятилетия прошло но есть запахи которые вы не забываете приятные или неприятные воспоминания например свежий хлеб из духовки это прекрасный запах запах новорожденного или дайперс ребенка конечно этот запах который мы не любим вспоминать есть этот запах вина и сыра или шоколад эти запахи возвращают воспоминания может приятные или неприятные но смысл когда мы имеем этот способ пахнуть когда мы пахнем этот фрубс оно может приносить много воспоминаний это почему Библия мечтает про разные специи и разные аллеи и поэтому гадала есть это благоханя и каждую субботу они чувствуют благоханя это все должно посвятить эти памяти о храме дом храма то что это бог сказал благоханя чтобы дважды в день когда они приносили это благоханя это чтобы все окружающие их даже можно было пахнуть это благоханя 20 миль оно так далеко несло этот запах что они даже могли 20 миль бог создал это благоханя чтобы все могли помнить что храм это где бог находится это был смысл здесь у меня смысл которая жидкость и вот синамин это прекрасные или запах корицы это были запахи в этой святой масле это было как перфюм многие не понимают но в храме было место для животных они хранили овц этого красного тельца и здесь они проверяют что никаких не пороков перед жертвой это то я не знаю если я кому-то рассказывал может на моей первой работе я работал где они убивали свиней и я работал на месте где их убивали это было некоторые много этажов их тезером и потом они спускаются вниз иногда два приходят и вот они крутятся приходят к тебе если человек который был возле меня он должен превратиться чтобы все ноги смотрели на одно направление и другой человек который возле меня он разрезал и потом кровь выгодила и потом моя работа была туб туб и мне надо проверить кровь этих животных и проверить что у них не было никаких бактерий я стояла на этом полумесяц и я там продержался вместе и сказал все я ухожу храм также было то место где убивали очень многих когда мы думаем о мертвом животном мы думаем о этих неприятных мух вот еще один вид храма вот этот алтарь вот это где цепляли этих мертвых животных потом избавлялись от их кожи и потом мы думаем что там были мухи везде но говорят что здесь не было мух из этих специй которые там были бог был такой разумный что это формула для этих специй даже не было ни одной мухи вокруг этих животных это что прекрасно про эти специи не только они приносили приятные воспоминания не было никаких мух некоторые я знаю когда я рос у нас был это был сундук теплыми курточками даже может одеяло может кто-то стал какие-то прекрасные запахи запахи в этот сундук чтобы хорошо пахла их одежда делали эту сумочку запахи это носили возле своей шеи чтобы они всегда хорошо пахнули сказали скажем что сказав это давайте перейдем исход 37 9 на нем Арон будет кровать благо Alicia курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить их. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение перед Господом в роды ваше. Не приносите нам никакого иного курения. Мы вспоминаем Адава и Авирама. И Бог делал это, чтобы мухи не повладели этим животным, но также, чтобы крови слышали этот запах, чтобы вы вспоминали их Дедом. Из Езекииля 30, 23, 29. Исхода 30, 23, 25. Возьми себе самых лучших блавонных веществ. Смены, самое точное, 500 стеклей. Корица, блавонная половина против 250 родственников, блавонного 250 касси, 50 стеклей по стеклею священному и массу оливков. Сделай мира для священного помазания. Бог хотел удостовериться, чтобы все приятно пахло и оставалось свежим. И дочери Иисусалима только закончили сказать, мы сделаем для тебя прекрасное украшение. Мы смотрим, что она отвечает. Такой ли царь был за столом. Вот царь Соломон. Вот он на диване смотрит телевизор. Вот царь Соломон. У него праздник. Он там. А вот это нард. Иерусалим. Это прекрасный запах. И что она говорит? Говорит, мой запах. Мировой пачок возлюбленной мой у меня. Уграде моих пребывает. Как кейс Кипера возлюбленной мой у меня в виноградниках энгетских. Вот это фотография мира. И кейс Кипра. И вот она сейчас в доме Соломона. Творца Соломона. И все эти запахи напоминают о первом его жениха. Его первого царя. Господа. И теперь она хочет посетить своего царя, который пастух. Это то, что я хочу, чтобы вы заметили. Иеремия 2.2. Иди, возгласив уши в чаре Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестой, когда последовала за мной пустыню, землю незасеянную. Здесь говорится о первой пятидесятнице. Когда была эта свадьба, так он стал царем. Он помнит тот день. Это тот день, много лет спустя, когда они сказали, что не хочет быть, как все другие народы. И развелись с ним. Исайя 5.1.2. Вот это невеста вред. Хотя это Исайя, но это все равно песня. Воспою возлюбленному моему песню. Возлюбленному моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточной горы. Это вред о Иерусалиме. И обнес его ограду, и чистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, чтобы лисицы не загадили. И посылал пашу посреди их. И выкупал в нем точила, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Помните, песня-песня говорит о винограднике? И это Израиль-виноградник. Песня-песня 1.15. Это посылка вред Силамиде. О, ты прекрасная, возлюбленная моя. Ты прекрасна. Глаза твои голубиные. Когда мы смотрим на глаза голубицы, они мирные. Они говорят, что у тебя глаза хищника, ястреба. Потому что ястреб – это хищник. У него глаза голубицы. Когда он смотрит, ее глаза. Куда хочешь, чтобы каждая девушка на тебя смотрела? Смотри на мои глаза. А куда она смотрит? Смотрит, как она отвечает. О, ты прекрасный, возлюбленный мой. И любезен, и ложи у нас зелень. Кровь лидомов нашей кедры, потолки нашей кипариса. Она не смотрит на него. Он смотрит на нее. Она смотрит на все благословения. Она не посвящена ему. Она смотрит на то, что она заслужила. Она думает, что она теперь богатая. И теперь сумеет продолжать овред. Это где у короля Якова в версии есть ошибки. Написано, я нарцисс Саронский. Это не посылка вред. Это сумеет вред. Она не говорит, что я нарцисс. Здесь она говорит, я роза или нарцисс. Она одна роза. Она просто одна лилия в долине. Вы должны понять. Лилии говорят о людей. Это почему, чтобы понять песни в песне, вы должны понять разные символы. Посмотрим на Осия 14, 1, 5 стих. «Опрочись, Израиль». Она говорит, я нарцисс Саронский или по-английски я роза. И потом Бог говорит, «Опрочись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего, врачу отпадения их. Возлю их по облавонию, ибо не мой оттратиться от них». «Я буду розой для Израиля». Он насветет как? Как лилия. Здесь мы это находим. Когда Он говорит, я буду розой, розой всегда говорит о воскресении из мертвых. И вы это также заметите, когда буду дальше читать. И что здесь Он говорит? Он говорит, я буду как эта роза. Я воскрешу их мертвых. И Он будет рассветать как лилия. Смотрите, что пастух говорит в следующем психу. Песня Песня 2.2. Он говорит, «Что лилия между тернами, то возлюбина моя между девицами». Эти дочеря Иерусалима их сравняют к терням. Пастух любит Иерусалим. Соломон любит дочерей Иерусалима. Заметьте это. Когда Иерусалим родился, перед тем, как он был Иерусалимом, и у нас села, Ебуз, Ебуз и другие имена. Но перед его существованием она была окружена этими гананскими народами. Песня 3.3.3.3.5.6 «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десниться моя. Перелепни язык мой, гортань моя. Если не буду помнить тебе, если не поставлю Иерусалима во главе». Иерусалим — это невеста. Это город Иерусалим, который нисходит как невеста. Когда он сравняет ее, теперь она опять его сравнивает. Она говорит, что он, как это дерево яблок, между всеми деревьями. «Яблоня между лесными деревьями, то возлюбленной мой между юношами. В тени его люблю я сидеть, и плоды его сладкие для гортани моей». Вот она под тенью этой яблони, и кушать эти плоды. И смотрим, что написано в Псал 3, 91. «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью, всемогущего покоится». Псал 3, 34, 8. «Кусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповет на Него». Псалом 119, 103. «Как сладкие гортани мои слова твои, лучи меда уста мои». Этот плод также означает, это плод духа. Галатам 5, 22. «Любовь, радость, милы, блага, терпение, благо, смелость и вера». Переходим оси 14, 8, 9. Если вы не знаете, оси совпадают с книгой «Песни-песни». Они связаны очень близко. Ефрем говорит, «Что мне еще задело и дало? Тебе он наконец-то покаялся. Он хочет возвратиться к Богу. Я услышу его и призыву на него». Это Бог отвечает, «Я буду, как зеленейший ипорис. От меня будут тебе плоды. От меня. Твои плоды ты найдешь у меня». Кто мудрый, чтобы разуметь это? Кто разумеет, чтобы опознать это? «Ибо правы пути Господни и праведные ходят по ним, а беззаконные падают за ним». Как оно может произойти, если этот путь, праведник стоит по нему и не падает, а нечестивый идет по нему и падает? Это тот же самый путь. Это все связано с Торой. Я ненавижу эти правила. Кража, потому что я люблю украдывать от других. Некоторые любят это, другие ненавидят. Суламита продолжает. И она говорит, «Теперь она вышла из этого дома царя, и теперь она». Это место свадьбы. Песня 24-5. «Он вел меня в дом пира, и знай его надо мной любовь. Подкрепите меня вином. Освежите меня яблоками, ибо я издемогаю от любви». Вот это вино. Это полгаллона, где-то так. Одна проблема, которую она встречает, это проблема с алкоголем. Читаем Оосия 3, 1-5. «Искал мне Господь, иди еще...» И здесь он говорит, «Оосия, чтобы он женился на блуднице». «Искал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилов. Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. «И приобрел я ее себе за 15 серебриков». «За сколько?» «Пятнадцать». «И за хомер, ячменя и полмера, ячменя, и сказал я, «Много дней оставайся у меня, не блуди, и не будь другими. Так же и я буду для тебя. Долгое время сыны Израиля будут оставаться без царя и без снязя и без жертвы, без жертвы, без Ефода и Терафима. Догадайтесь. День с Господом, как тысячу лет. Тысячу лет прошло, и у них этого не было. Он говорит, а сейчас? А сегодня? И читаем, что дальше написано. Ибо будет оставаться... После того, образятся сыны Израилы и вза счет Господа Бога своего. Это еще не произошло. И Давида, царя своего, и будут благословить пред Господом в последние дни. Это говорит, а сейчас? И проблема, которая происходит при министре, половина хочет его, другие не хочет. Проблема-то, кто будет его везти. Скоро Мессия придет, чтобы везти их. Это в чем заключается? Это пророчество. Но заметьте это. Исо 21, 32. Если его заводает раба или рабу, то Господину их заплатит. Сколько циклей сервера? 30. А вола побит камнями. Вот этот вол. Он говорит, что раб стоит 30 циклей. А он сказал, что он купил невесту за 15 циклей. Она так унизила свою цену. Римлянам и написано, потому что вы служили этим идолам, теперь вы стали ничем. Он говорит, потому что вы это сделали, теперь ваша цена унизилась. Теперь вы ниже цены раба. Заметьте это. Песня песни 2, 6-й стих. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. Я хочу, чтобы вы все представили. Левая рука под головой, а правая обнимает. Но так выглядят. Левая рука его над головой, а правая обнимает меня. Они как обнимаются. Кто лежит? Она лежит. Проблема короля Якова, он сделал ошибку. Позвоним на следующий стих. Псалтей 121, 4. Не дремлет и не спит хранящий Израиль. Если пастух показывает Бога, то он не будет спать или дремлять. Песня песни 2, 7. Это пастух обращается. Заклинаю вас, чары Иерусалимские, с серными полевыми ланями. Не будете и не тревожьи возлюблены, коли ей угодно. А когда мы смотрим на версию царя, короля Якова, то мы решаем он, ему угодно. Она, евреи, мы начинаем, что это женский род. Это она спит. Это что церковь делала последние 2000 лет. Это чем заключается песня песней. Невеста опять заснует, и на следующей неделе мы заметим, что она говорит, что да, я заснула. И теперь она слышит, и она встает. И здесь мы понимаем, что король Яков неправильно здесь написал. Это невеста, которая спит. Есть церковь, которая просынается, и есть это продвинутая церковь. Это продвинутая церковь, а не против Израиля, против Соединенных Штатов. И что невероятно, почему те, которые геи поддерживают пенесинцев, если Хамас сказал, что они убьют тех, которые хамаксоциалисты. Представьте, если вы курица и говорите, те, что вы поддерживаете КФС, почему вы поддерживаете то, что вас убьет? Я был как эта свинья, которая поддерживает КФС. Но проблема, что церковь, она заснула. Вот эта церковь. Вот. И вы заметите, как церковь спит. Не надо просынаться. Но она спит говорить, не беспокой меня. Итак, на следующей неделе будем начинать Деяния 2 глава, 8 до 3 главы, 5 стиха, когда он призывает ему, когда он призывает проснуться, и потом он встает, и потом засынает опять. Сказав это, давайте встанем. Как вы уже видели, это учение о Песне Песне Песне, отличается от других учений, которые объясняют Песне Песне Песне. Но я разрешаю, чтобы Библия объяснила Библию. Я хочу это все соединять, чтобы вы поняли правду. наш отец и царь, мы так благодарим. Мы просим, чтобы ты продолжал, чтобы твое слово продолжало объяснять твое слово. Дай глаза, которые видят, уши, которые слышат, все, которые понимают, какое время мы живем, потому что ты скоро возвратишься. Так мы молим, чтобы каждый из нас, как ты хочешь благословить нас, и прекрасно, мы со студии, куда ты хочешь написать свое имя, хочешь нас благословить. И мы благодарим тебя. И как ты сказал, Ауронову говорить. Да благословите Господь и сохраните тебя. Да призывайте тебя Господь с светлым лицем своим и помилуй тебя. Да обрати Господь лице свое на тебя и дай себе мир. В это прекрасное имя. Эйе Ашер Эйе. Аминь. Увидим вас на следующей неделе. Да, мы будем здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова